Приветствую вас и возраст вашего ребенка позволяет говорить о том, что у него сейчас, именно на данный момент, тот период, когда весь окружающий мир, в том числе и вы, как его родители, воспринимается с позиции эгоцентризма. То есть ребенок хочет, чтобы все было только для него, чтобы все было только вокруг него, чтобы все было завязано лично на нем. Ну вот такая довольно-таки интересная, я бы даже сказал в некотором смысле слова, естественная позиция маленького человека. И происходит данное поведение по той простой причине, что ребенку не хватает внимания с вашей стороны. То есть, по его мнению, вы недостаточно уделяете ему своего внимания, и он хочет этого внимания больше. И здесь вам нужно либо подумать, а действительно много ли вы времени с ним проводите, действительно ли вы уделяете ему достаточное количество внимания своего. Либо, если вы действительно делаете это довольно много, то в этом случае я рекомендовал бы вам подумать о том, как донести до ребенка тот факт, что вы делаете для него, стараетесь для него настолько, насколько вообще у вас хватает сил. И здесь очень важный момент, что вы действительно, как вам сказали мои коллеги, здесь вам действительно нужно понять, почему ребенок так сказал. То есть, не надо, не стоит сразу говорить ему о том, чтобы он этого не делал. Не стоит говорить ему сразу о том, чтобы он перестал вот так, например, допустим, себя вести. Это лишь только его, как вам правильно сказали коллеги, это его отрастить от вас. Нужно здесь куда более, знаете ли, тонко подходить к вопросу и постараться максимально аккуратно сделать так, чтобы ребенок вас понял. Понимаете, вот, это более важный аспект. Поэтому, поэтому постарайтесь именно выяснить, что ребенок хочет этим сказать. То есть, здесь я также соглашусь со своей коллегой, которая говорит о том, что ребенок вполне возможно не отдает себе отчет в том, что он говорит. То есть, он хочет сказать что-то одно, но он говорит вот совершенно другое и в результате получается такая вот ситуация. То есть, определенно ему что-то не нравится, определенно его что-то не устраивает. И важно понять, что это, и максимально грамотно, максимально понятно для ребенка донести ситуацию, чтобы у него не было неправильных понятий, чтобы у него не было неправильных понятий относительно данных ситуаций. Потому что, если у него будут все-таки ложные понятия, если вдруг у него будут ложные понятия, то тогда может случиться так, что вы человеку прибьете определенные комплексы. А это все-таки не есть хорошо. Но было бы неплохо, если бы вы постарались понять, например, с какого момента, с какого случая началось вот это вот его поведение такого типа. Было бы тогда больше ясности и можно было бы вам более целенаправленно, более превентивно, так сказать, помочь. Но вы об этом ничего не написали и, соответственно, приходится только гадать. В любом случае, не торопитесь сразу запрещать своему ребенку что-либо говорить. Запреты мало кому еще помогают. То, что ваш ребенок говорит, свидетельствует либо о его определенном желании, либо о его непонимании того, что происходит. Но вне зависимости от этого, вам нужно своим ребенком спокойно разговаривать, вам нужно своему ребенку последовательно объяснять, что и почему происходит и чтобы у него не было каких-то вот обид на вас, чтобы он вам доверял, чтобы он вас слышал, чтобы он знал, что вы его любите. Также нужно отдельно сказать, что дети часто занимаются именно тем, что подращают взрослым. И это означает, что ты плохая или плохой, ребенок мог подсмотреть у вашего поведения. То есть кто-то из вас мог выявить свое недовольство именно вот такими словами, например, что ты плохой и т.д. И тогда вам требуют поменять уже и свою модель поведения тоже. Потому что, как видите, она довольно негативно влияет на вашего ребенка. В любом случае, ваша проблема, она может не значит ничего, то есть проблема у ребенка может не значит ничего, а может значить довольно много. Это может быть, например, отражением проблем в вашей семье. Потому что дети чувствуют, когда в их семье что-то не так, и подсознательно они реагируют на это вот подобным образом. Но, вне зависимости от этого, все равно можно говорить о том, что у вас есть определенные проблемы. Определенные проблемы я имею в виду именно во взаимоотношениях. Он может быть с ребенком, может быть между вами и вашим мужем и т.д. То есть что именно, это еще нужно будет разбираться. Если вы, конечно, этого хотите, если вы хотите разбираться. Но, поскольку проблема может быть довольно серьезной, то мне кажется, что нужно все вот немножко, так знаете, более подробно рассмотреть, если вас это волнует, конечно. И постараться более тонкую картину, более полную картину получить с того, что с вами происходит и с вашим ребенком тоже. Потому что вот пока, получается только то, что у ребенка есть какие-то вот определенные проблемы. Сейчас они еще, надо сказать, не так уж сильно выражены, но тем не менее, уже сейчас они дают о себе знать. И если вы не припримете какие-то шаги, если вы не разберетесь в этой ситуации, то в дальнейшем может быть усугубление данного аспекта, и ребенок у него будет более агрессивно к вам относиться, что, опять-таки, не улучшит климата в ваших отношениях. Решать вам. А на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...